К выбору прически, которая грамотно дополнит ваш образ и создаст неповторимый имидж, следует подходить основательно. Для начала необходимо определить, какая у вас форма лица. Кстати, их существует около семи. Именно от этого зависит, какая прическа успешнее всего будет выглядеть на вас. Лицо делится на три части. От краевой роста волос до бровей, от бровей до кончиков носа и от кончика носа до подбородка. Если это формы одинаковые, значит это овальная и форма правильного лица. А если расстояние не одинаково, значит вы обладательница других не менее красивых форм. Овальная, по мнению специалистов, наилучшая форма, дарованная природой. К такому типу подойдет практически любая прическа или укладка. Но тем, кто не обладает идеальными пропорциями, просто необходимо создать объем волос там, где это необходимо. Если, допустим, у нас треугольная форма лица, у нас широкий лоб, узкий подбородок, значит нам надо объем создать у подбородка, в области шеи. Если у нас ромбовидное лицо, значит у нас, соответственно, короткий лоб, узкий вернее лоб. И в зоне щек у нас расширение, а в зоне подбородка у нас зауженное лицо. Поэтому нам нужно создать объем либо на макушке, у височной зоны и, соответственно, у подбородка. Если же вы обладательница квадратной или прямоугольной формы, помните, будет грубой ошибкой выпрямить волосы, тем самым больше увеличить скулы и лоб. Ваша цель – смягчить острые углы лица и сделать образ более женственным, а это возможно при помощи аккуратных локонов. Кстати, женщинам с такой формой лица сложнее всего носить челку, но тут у парикмахеров есть свои правила. Если лоб у нас невысокий, короткий, значит ни в коем случае не подходит короткая челка. Если это еще квадратное лицо, тем более оно не подходит, значит надо вытянуть лицо, более сделать его овально. Значит приподнять челку, либо ее сделать наискосок, либо ее поднять вообще наверх. В общем, используя обычные правила, можно создать идеальный гармоничный образ, который станет вашим главным ключом к успеху. Продолжение следует...